Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян. Вот тут вот, вот тут оставляю свой инстаграм. Не забудьте подписаться на инстаграм тоже. Я вас приглашаю в новый выпуск, в котором обсудим такую тему, как куда поехать этим летом отдыхать. Лучше всего на машине. Погнали! Для тех, кто за нами давно наблюдает, следит в инстаграме и на ютубе, знает, что мы объездили весь Крым, весь наш берег, бывали в Абхазии. Единственное, что не посетили Кавказ, но это позже сделаем. Ну а в конце выпуска вы сами определитесь, куда вам ехать в этом году отдыхать на море, провести свой отпуск. Лучше всего, конечно, это сделать, безусловно, на машине, потому что машина дает огромные возможности. И, конечно, я буду очень рад, если вы напишите свой выбор в комментариях. Давайте там и пообщаемся. Ни для кого не секрет, что наш берег, он очень длинный, начинается аж с Тамани и заканчивается в Сириусе, возле границы с Абхазией. И на самом деле отдыхать можно там как угодно, где угодно и выбрать для себя что угодно. От песчаных пляжей, галечных пляжей, крупных гальках, горы, степи, винограды, персики, водопады. Все это вот есть на нашем берегу. Наш берег, он безумно красивый, безумно потрясающий. И лично моя такая рекомендация, если вы любите наш берег, мало есть за границу, то постарайтесь по возможности, ну, не в один, конечно, отпуск, но вообще в целом, посетить каждый поселочек, ну, хотя бы каждый крупный город нашего огромного берега. Вам точно понравится и будет с чем сравнить. А мы с вами именно начинаем с Таманского полуострова и пойдем дальше вниз. Итак, первое как раз это Тамань. Если вы хотите отведать вина, персиков, то вам именно эта часть. Там есть пролив, соединяется с Сосовским морем, через дорогу, можно сказать, уже и Крым. Но про Крым мы поговорим в другом уже выпуске. Здесь у нас самый первый крупный город, это, конечно же, Анапа. Наша любимая Анапа. Вообще Анапа нас сподвигла путешествовать, и мы начали путешествовать и делать это с детьми. Первый раз мы приехали в Анапу в 17-м году. Родиончику тогда было что-то месяц 4. Вот, с тех пор мы постоянно катаемся. Анапа сейчас, она как бы не просто Анапа, она большая Анапа. И поверьте, в Анапе есть что посмотреть. Ну, во-первых, сам город, центр города, песчаные пляжи, да, если вы любите песочек, вот вам так приятно забегать. Идеальное место Анапа, это для отдыха с детьми. Ну, действительно, большое количество людей, у кого маленькие дети, они выбирают Анапу. Но будьте всегда бдительны и внимательны. В Анапе существует обратное течение, которое в том году унесло жизни одного человека детей. Поэтому, если туда поедете, ни в коем случае не отпускайте детей одних, даже если они с, знаете, надувашками. Именно тогда случилась большая трагедия с надувашками. Не будем о грустном. Вокруг Анапы, самого города, есть небольшие поселочки. Например, поселок Суко. Шикарный поселок, который меня лично, он влюбил. Во-первых, там самое чистое море. Вообще, зачем я это говорю? Вы теперь сюда все поедете, там будет просто трындец. Ну, езжайте, там по-настоящему круто, вы оцените. Это совершенно другая Анапа. Если Анапу мы все привыкли видеть песок, плавный заход, то нет. Там совершенно по-другому. Там очень красивая мелкая галька. И причем вода самая чистая. Чище воды на нашем берегу я не видел. Там есть болотно-кипарисовое озеро. Там такой целый огромнейший парк, что, конечно же, рекомендую сделать. Нос у всех. Это такие обрывистые скалы, где можно прогуляться вниз 800 ступенек вниз, 800 ступенек вверх. Мы тоже ходили. Но для тех, кому не хочется 800 ступенек, хотя бы преодолейте 400. Это чуть подальше. А вообще, Анапа уникальна тем, что там стоит памятник, на котором написано. Именно отсюда начинается Кавказ. Да, действительно, именно с Анапских гор начинается Кавказ. Также там есть Большой Утриш. Кстати, тоже на него не рекомендую съездить. Там есть шикарный лесок возле этого Большого Утриша. В Большом Утрише тоже интересный пляж. Да, там есть булыжники, но вода там очень чистая. Если вы гонитесь за чистым морем, то вам в эту сторону. А еще в Анапе есть такой поселочек Витизила. Это такая, ну, наверное, визитная карточка Анапы, потому что там сделано все такое в греческом стиле. Там это параллия. Не набережная, а параллия. Вот, и там по-настоящему очень красиво. Там можно отведать шашлычок на таких маленьких шпажечках. Такие маленькие куриные кусочки. Вот прям рекомендация. И вообще, если вы берете свой отпуск провести в Анапе, то обязательно перейдите по ссылочке в описании и посмотрите наш большой выпуск про Анапу. Посмотрите, а потом езжайте. И если все-таки вы говорите, да, я еду в Анапу, то я рекомендую вам приобрести наш авторский гайд, который мы написали про путешествовать. Везде были. Там отмечены все локации, рекомендации, как добраться, советы. И даже есть некоторое жилье. Поэтому напишите мне либо Настеньке в Инстаграм и приобретайте. Прямые ссылочки будут в описании. А мы двигаемся дальше. Следующие у нас на пути большие города, такие как Новороссийск и Геленджик. Это два города в таких вот бухтах. Я, если честно, не совсем люблю эту историю, потому что это портовые города. Там очень много кораблей, в эти бухты все затекает. Про Новороссийск я ничего не могу сказать. Это очень красивый город, но с толком, с чувством расстановкой мы там не провели время. Как-то все это получилось бегом. Но люди, которые туда приезжают отдыхать, конечно, не отзываются о городе. Хорошо. Что касается природных мест, ничего вам не подскажу. Но рядом с Новороссийском есть замечательный Абрау-Дюрсоа. Туда точно стоит съездить. Геленджик. В Геленджике есть что посмотреть. Это гора с крестом, смотровая площадка, канатная дорога. Это огромнейший аквапарк, куда не просто ваши дети побегут. Вы сами туда придете, кайфанете и, скорее всего, даже еще вернете. Но купаться я бы там не советовал, потому что, во-первых, кораблики, бухта и плюс канализация. Как бы, ну, если приедете, сами посмотрите. Если будете купаться в море, то лучше отъезжать от Геленджика чуть дальше. Либо в ту, либо в ту сторону. Лучше в сторону Девноморского. Следующий такой поселочек а-ля город это Джубога. Ну, тут вопрос спорный. Почему? Потому что вот именно в это место слетаются все краснодарцы, потому что это самая ближайшая точка на море из Краснодара. Поэтому лучше не рассматривать это место для проведения отпуска. Дело ваше, но я бы не рекомендовал. Поэтому мы с вами двигаемся дальше. А далее у нас с вами такие поселки, как Лермонтово, Новомихайловский и Ольгинка. Ольгинка, конечно, это вообще класс. Лермонтово тоже здорово, но в том году был случай, когда шли дожди. И там поднялась эта горная река. С гор сходили, сели и было очень сильно страшно. Я туда ездил сразу после потопа. Показывал зрителям, как там было все разрушено, как уничтожено. И, конечно, люди, которые в отпуск приехали, попали в такую катастрофу. Это очень печально. Но в Лермонтово классно. Там песочек, золотой пляж, есть развлечения. Ольгинка – прекрасное место. Мы там были несколько раз, и нам понравилось. Это очень маленький, уютный поселочек, в котором отдыхать очень здорово. Маленький, уютный, красивое море, классные заходы. Если пройти чуть дальше от центрального пляжа Ольгинки, то там дикие пляжи, скалы. И, в принципе, там уже есть и походы, какие-то пешие маршруты. Поэтому Ольгинка я бы рассматривал. Двигаемся дальше. А дальше у нас Топсинский район, Топсе. Ну, я вообще не рекомендую вот такие крупные города для своего проведения отпуска. Если съездить туда просто поглазеть, походить, то, конечно, один раз можно. В целом, ну, есть другие прекрасные места. Я не говорю, что Топсе – плохой город. Он классный город. Мы там тоже были неоднократно. И здорово там погулять. Я даже там купался на пляже. Там большущий пляж. Мы там были, когда там штормило. Я там был, когда там было море спокойное. И мне удалось покупаться. Мне море, если честно, там не совсем понравилось. Оно было очень теплое. Но наверху была какая-то пленочка. Что, конечно же, меня смутило. Ну, а что ты хочешь, так как говорится? Тут корабли, баржи. Портовой город. Между Топсе и Лазаревском очень много поселков, где, конечно, вы также можете провести свой отпуск. Но этот отпуск будет такой, чистая. Отель, пляж, отель, пляж. Ну, хотя, если вы на машине, вы можете покататься до ближележащих. А следующее – это Лазаревска. Вот Лазаревска, друзья, это просто любовь. Мы там были несколько раз. И первый раз, когда мы туда попали, я снимал выпуск. Я начинал со слов «Я вообще не понимаю людей, которые выбирают Лазаревска для своего отдыха». А значит, что в конце выпуска я сказал? Вот теперь я понимаю тех людей, которые выбирают Лазаревска. Это безумно потрясающий поселок для отдыха. Как просто взрослым, так и взрослым с детьми. У них там есть огромнейший парк развлечений по нормальным. Нормальным, друзья, адекватным ценам. Все, что на набережной, там нормальные, адекватные цены. Посмотрите выпуски с прошлого года. Я все снимал, все показывал. Там шикарные, большие, длинные пляжи. Если вы выберете этот поселок, я уверен, вы точно не пожалеете. Но самое главное, чтобы ваш отпуск прошел качественно и хорошо, найдите адекватное жилье. Чтобы найти адекватное, хорошее жилье, воспользуйтесь букингом. Прямую ссылочку для выгодного бронирования своего жилья я оставлю также в описании. Обязательно пользуйтесь ссылочкой, потому что будет выгоднее вам его снять. Но когда вы снимаете на букинге, обязательно смотрите по карте, где находится тот номер, который вы хотите снять. Чтобы до моря было ходить удобно, а не так, чтобы вы будете по жаре. Это очень важно в отпуске. И еще про Лазаревское. Здесь не только у вас будет отельный отдых и до моря доскочить. Нет, друзья. Я рекомендую вам брать там экскурсии, либо самостоятельно ездить по всему Лазаревскому району, гонять в Сочи и так далее и тому подобное. Там великолепная природа, там всякие ущелья, каньоны, водопады. Обязательно покупайте в водопаде, кстати. Так вот, если вы впервые едете, либо многого не знаете, то я опять вам предлагаю наш авторский гайд по Большому Сочи. Мы пропутешествовали все Большое Сочи. Мы там суммарно прожили год. Все это дело упаковали. Там куча информации. Ну, прикиньте, книга из двух частей. Прямая ссылка на наши инстаграмы я оставил. Напишите просто в директ и приобретайте. Ценность в том году у людей была просто бомбическая. И мы, кстати, даже не повысили цену по той же цене и будем продавать в этом году. Далее у нас уже Дагомыс. Дагомыс, кстати, прекрасный поселок. Мы в нем не отдыхали, но много раз были. Просто заезжали, просто купались, просто смотрели обстановку. Широченный пляж. Широченный. Красивое море. И говорят, что на Сочинском берегу там самое красивое море и самый широкий пляж. Я на самом деле соглашусь. А плюс это все еще подогревается хорошими ценами. Адекватными хорошими ценами на все абсолютно. Если хотите классно провести отдых, то в принципе Дагомыс вам будет кстати. Единственное, что я рекомендую, не снимайте жилье возле реки. Потому что в случае проливного дождя река там выходит из берегов и затапливает. Не портите себе отпуск, сэкономив деньги на жилье, потому что возле реки дешевле жилье. Идем дальше. Ну а далее у нас непосредственно сам город Сочин. Если вы меня спросите, стоит ли там проводить свой отдых, я скажу, что... Ну, зачем? Зачем вам? Скорее всего вы же приезжаете из города и едете опять в город. Ну, лучше остановиться где-то слева-справа и в Сочи поездить, погулять. Например, на яхте, вечером по набережной, сходить на Новагинскую улицу, погулять по центру. То есть насладиться Сочи. Если вы там будете проводить свой отпуск, а где купаться? Ну, вы как бы поймите, что там порт и опять, да, вот эта пленочка, там не совсем то море. По сути, если выберите Адлер, либо выберите тот же Дагомыс, ну, доехали, да погуляли. В чем проблема? Да, трудность с парковками, но ничего страшного. Сколько мы бы там не ездили, туда не приезжали, мы всегда находим, где оставить машину, где паркануть. И, кстати, да, в Сочи в том году сделали безумно красивые центральные пляжи. Поэтому обязательно посетите их. Но для отдыха, опять-таки, сами смотрите, естественно, там дороже. Естественно, если вы приедете на машине, там серпантинная история во всем городе. Будет ли вам комфортно там передвигаться на машине? Вопрос спорный. По крайней мере, я не встречал ни одного такого человека, который бы сказал, о, как здорово, я люблю передвигаться по городу Сочи, так классно здесь проводить свой отпуск. Ну, правда, я не встречал. Город для того, чтобы провести там выходные, да, окей, прекрасно. Но, пожалуй, не отпуск. Дальше едем. Далее у нас непосредственно сам Адлер. Рекомендую ли я его выбрать на свой отдых или нет, я его рекомендую 100%. Да, он переполнен. Да, там всегда много людей. Но там прекрасная галька, там родные пляжи, незавезенные. Сейчас подняете, почему, чуть дальше расскажу. Там нормальные, хорошие цены. Там есть большой пляж Чайка с детскими зонами, с развлечениями, со скейт-парками. Все выпуски вы можете найти на нашем канале в плейлисте «Зимуем в Сочи». Я очень много отснял, очень много показал. Я показывал все пляжи, купался. Вы, посмотрев эти выпуски, уже сможете определиться, даже вплоть до того, на какой пляж вам ходить, где вам кушать и как вообще, в принципе, провести свой отпуск. То есть Адлер, в принципе, нормальный, качественный городочек, где можно провести свой отпуск. Прям рекомендую. А далее, следующий поселок, который находится через реку Мзинта, называется по-новому теперь поселок городского типа Сириус. Это как раз там, где есть Олимпийский парк, вот этот большой, там, где вот эта вся классная инфраструктура, самая новая набережная Олимпийская, там, где самые крутые рестораны, там дорогие рестораны, дорогие булочные, дорогие столовые, и вообще, в принципе, там все дорого. Ну, потому что новая, потому что это Сириус и так далее и тому подобное. Да, там клевые пляжи, но там завезенная галька, что не очень удобно. Если будете там отдыхать, либо просто приедете на выходные, конечно, вы вспомните мои слова. Там привозят вот такие вот булыжники, ходишь, ломаешь пальцы, и, конечно, это не очень прикольно. Учитывая, что постоянно завозят гальку, заход в море очень резкий. Бывает такое, что там сильное течение. Я там как-то раз искупался, нырнул в одном месте, почти сразу вынырнул, а меня отнесло. Поэтому купайтесь, будьте аккуратны. Это место, конечно же, я рекомендую для проведения своего отпуска. Ну, как не порекомендовать? Мы его сами выбрали, именно Сириус, когда мы там зимовали. Мы жили в ЖК урожайном. Конечно, мы кайфовали, мы именно Сириуса гоняли по всему большому Сочи и наслаждались всей природой. Плюс в Сириусе либо в Альдере у вас очень удобный выезд на Красную Поляну. Кстати, вот, если вы будете проводить свой отпуск, то обязательно съездите на Красную Поляну. Я снимал выпуск, тоже ссылочку оставлю в описании. Где лучше, в горах или на берегу? И что, в принципе, горы вам могут дать в летний период без всяких там канаток? Просто сама Красная Поляна. Обязательно посмотрите. В комментариях, друзья мои, напишите, куда вы отправитесь в этом году. Мне будет очень интересно почитать. И да, и какой отдых вообще выбираете? Отельный или палаточный? Или, может быть, вообще в онлайферах? Не забывайте про наши два гайда. Приобретайте, они вам точно помогут в путешествии. Ну, вы, правда, вы кайфанете, потому что здесь есть вся информация, которая нужна вам будет в отпуске. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Лайк ставьте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok